о том, зачем и как создавать и использовать свою корпоративную базу знаний. И разобраться в этом нам поможет Арина Чернова, руководитель процессного офиса, ведущий бизнес-аналитик. Арина, расскажите, пожалуйста, как навести порядок в этих наших умах, компьютерных в том числе. Всем добрый день. Еще раз специализирует меня Арина. Так, сейчас я включу демонстрацию экрана. Подскажите, видно, да, презентация? Да, все хорошо. Все, отлично. Так, послушала спикеров, и вот все мы тут аналитики. И здорово, что коллеги делятся таким опытом, своим видением. И, к сожалению, не присутствовала в начале, но в целом была тема про бизнес-процессы, про стратегию компании. Про пути клиента. И вот да, где же все-таки это хранить? И как раз, я думаю, завершающая тема, она как раз закрепит, где это все можно хранить, все полученные материалы. Так, ага, сейчас, подождите. Представлюсь, да, меня зовут Чернова Арина, на сегодняшний день являюсь руководителем процессного офиса в IT-компании. У нас небольшая IT-компания, в принципе, на рынке, наверное, не самые известные, больше, так как узкая специфика компании. Но в целом довелось поработать в разных компаниях, и работала 10 лет в МТС-компании, и работала в консалтиговой компании, и изучала именно разные компании, и смотрела, что в целом есть в компаниях, как они описывают процессы, где хранят процессы, и документацию. Какие основные темы разберем в этой теме? Что такое база знаний, какие виды бывают, для чего нужна база знаний, и какие проблемы она помогает решать, этапы создания базы знаний, и поделюсь инструментами, которые можно там использовать при построении корпоративной базы знаний. В принципе, ничего сложного. База знаний – это онлайн-библиотека с информацией о продукте или работе компании. Данные в базе знаний структурируются таким образом, чтобы помочь сотруднику или клиенту найти ответы на их вопросы. В целом бывают два вида базы знаний основных. Это внешняя база знаний, только для ваших сотрудников, и обычно она недоступна сторонним пользователям. Она нужна именно для сотрудников вашей компании. И внешняя база знаний – это направлено больше на клиентов. Если вдруг у них возникают какие-то вопросы, им интересно узнать о компании, то зачастую на сайте размещают вопросы, как пользоваться сервисом, чтобы наш клиент мог больше информации узнать о продукте или как воспользоваться сервисом. В целом, что входит в базу знаний, если мы говорим про внутреннюю базу знаний, которая направлена на наших сотрудников? Вот как говорили коллеги ранее, процессы мы помещаем в базу знаний, материалы для адаптации новых сотрудников, какие-то полезные материалы, должностные инструкции, правовые акты. То есть, в принципе, мы ничем не ограничиваемся, когда размещаем информацию в базу знаний. Единственное, мы должны отталкиваться от того, что этими документами должны пользоваться все сотрудники. Я понимаю, что у нас у каждого есть папочка, а у меня еще есть папочка с полезными документами. В нашей практике у каждого сотрудника есть свое личное пространство. Он может создавать какие-то для себя инструкции. Но если мы говорим про инструкции, которые относятся ко всей компании, то мы уже используем, у нас есть, например, общий портал, где там, например, уже ограничены права, и мы туда добавляем только те стандарты компании, там, стратегию, которую редактируют или ключевые сотрудники компании, а ознакомиться с ними может любой сотрудник или какие-то важные инструкции, то, что мы придерживаемся в нашей работе. Также, например, у нас у каждого отдела есть свое внутреннее пространство, где тоже описаны процессы, и там уже могут редактировать руководитель отдела, которые участвуют в разработке, написание инструкций, процессов, какой-то дополнительной документации. Но если, например, какие-то заметки, то сотрудник уже в своем личном пространстве может вести у себя какие-то заметки, чтобы таким образом не сбивать базу, не захламлять ее, и мы уходим, чтобы не было таких неактуальных документов в базе знаний. Поэтому именно при построении мы ориентируемся, что есть общая страница, где хранятся важные документы компании, страницы с отделами, и там уже личные какие-то пространства у сотрудников. Если мы говорим про внешнюю базу, что может содержать, это ответы на часто задаваемые вопросы. В любом случае, все мы современные люди, мы заходим на сайты, и если мы можем зайти в какой-нибудь факт, посмотреть, найти ответ на свой вопрос, если он входит в категорию часто задаваемых вопросов. Также какие-то обучающие материалы. Если мы там заходим, знакомиться с какой-то новой программой, обычно у всех программ есть инструкция, как пользоваться, как настраивать. Я думаю, что часто видели такое. Также информацию о продуктах, например, если это какие-то разновидности ваших продуктов, специфика вашей работы, какие-то информации о компании, и также, например, новости компании. Все это относится к внешней базе. В целом, если у вас на сегодняшний день не внедрены эти инструменты, то могу сказать, однозначно внедрять их стоит, потому что это однозначно или приведет к увеличению прибыли, или оптимизирует ресурсы текущие. Даже тут привела статистику, что 47% корпораций увеличили продажи благодаря базе знаний. А 70% ваших потенциальных пользователей всегда первым делом идут смотреть, искать о вас информацию в интернете. Поэтому, как сказала предыдущий спикер, очень важно следить за отзывами, за негативными, потому что хорошие могут не написать, а вот негативные почему-то люди любят писать. И зачастую вот такие отзывы, они портят репутацию. Нужно работать именно на сайте, загружать информацию, делиться с пользователями о своем продукте для того, чтобы создавать лояльность к вашей компании, к бренду. В целом, для чего нужна база знаний и что она помогает? В первую очередь, база знаний помогает компаниям сокращать время обучения. В базе знаний можно собирать обучающие материалы, которые новые сотрудники будут осваивать самостоятельно. Например, вам не надо руководителю тратить время на обучение нового сотрудника. Ему достаточно направить ссылки на ту информацию, которую нужно изучить, для того, чтобы сотрудник прочитал и уже после того, как изучил всю информацию, он уже приходит или создается встреча для того, чтобы уже детально вы могли проговорить про все моменты или ответить на те вопросы, если вдруг возникли у вашего сотрудника. То есть вам не надо тратить время каждый раз на нового сотрудника, потому что хорошо, если у вас в компании не часто приходят сотрудники, а если это большая компания, то руководитель может тратить очень много времени, погружать каждый раз нового сотрудника в одни и те же процессы. Также повышать производительность. Благодаря базе знаний растет скорость работы сотрудников. Например, когда у вас формируется, есть, например, отдел службы поддержки. Зачастую к ним часто приходят с одним и тем же вопросом или они сталкиваются с одними и теми же вопросами. Разработка такого документа, где вы фиксируете все вопросы и ответы, как должен отвечать сотрудник, экономит время и сотрудников, и ваши тем, что они могут зайти и всегда найти в документе ответ на свой вопрос. Также и ваши клиенты. И дополнять, эта база может постоянно дополняться в зависимости от вопроса, потому что рынок меняется, может какая-то информация новая приходить, могут способы оплаты меняться, и эта информация должна постоянно обновляться. Уменьшает нагрузку. Менеджеры службы поддержки работают в основном, как я говорила, с однотипными запросами, и таким способом база знаний помогает разгружать сотрудников, и руководитель или сотрудник может посмотреть и заняться уже другим вопросом. Вам не нужно постоянно отвлекаться, и нет вот этой расфокусировки. И всегда удобно направить сотруднику ссылку на «почитай процесс», изучить документ, нежели вы будете тратить время в созвоне. Я говорю, если у вас команда небольшая, то вы еще можете потратить время, а если у вас команда 20-25 человек, и каждому по 30 минут уделять, это очень большая роскошь для компании. Улучшает поисковую оптимизацию. То есть часто сотрудники могут, база знаний позволяет в поиске найти быстро на свой вопрос ответ. И когда вы базу знаний продумываете, какие теги, для кого она нужна, все моменты, какие-то ключевые слова выделяете, таким способом и клиенты могут найти нужную информацию, когда они вводят, например, сколько там стоит услуга. И таким образом ему все документы, которые относятся к этой теме, будут подсвечены, и он может найти еще какой-то дополнительный ответ на свой вопрос. И также помогает организовать удаленную команду. С тем учетом, что последние три года с момента, когда все ушли на удаленку, многие компании, то в целом без базы знаний очень тяжело работать. И база знаний как раз помогает еще держать в одном фокусе удаленную команду. Как же создать базу знаний? Я выделила четыре основных шага. Первый – это, как говорили коллеги ранее, это определить цель. В любом действии мы всегда должны определять цель, для чего и для кого мы создаем базу знаний. И базу знаний мы создаем, исходя из задач бизнеса. То есть или хотим мы, чтобы клиенты больше о нас узнали, или мы хотим, чтобы сотрудники узнали все о компании, могли найти нужный документ. Также при создании задавайте себе вопрос, ориентируйтесь на такой момент, кто будет пользоваться базой знаний, какая целевая аудитория вашего продукта, или какой портрет вашего сотрудника. Потому что, например, база знаний для сотрудника 20-30 лет – это будет одна база знаний. Для людей уже постарше может быть другая. Например, если у вас разброс возрастной очень большой, то это должна быть удобная действительно платформа для всех сотрудников, чтобы и молодой пользователь, и более старший ему было удобно пользоваться. То есть мы всегда отталкиваемся, чтобы человеку не доставляло дискомфорт при использовании вашей базы знаний. Второй шаг – это продумать логику и навигацию. То есть что вы хотите рассказать о своей базе знаний. То есть если это общая страница, то что будет храниться на этой общей странице? Например, миссия и ценности компании, стратегия компании. Принципы работы в компании. Важные процессы, например, если это какие-то ежеквартальные отчеты, еженедельные планерки. Эту информацию стоит разместить, если она для всех сотрудников компании, то такую информацию мы уже можем разместить на общем. Опять же, есть общее пространство, есть пространство отделов. Подумайте, какие у вас отделы. То есть тут уже можно ориентироваться на организационную структуру. У любой компании есть организационная структура. И мы идем. Компания, потом мы смотрим. Так, у нас есть отдел продаж, там отдел логистики, отдел бухгалтерии. Мы разбиваем по отделам. И потом уже сначала мы формируем, что мы хотим в общем пространстве разместить, донести до всех сотрудников. Потом при формировании уже проработки отделов, мы уже ориентируемся, какую важную информацию должен знать сотрудник отдела продаж. И мы уже все документы, которые важны для наших продажников, мы уже наполняем данную страницу теми документами, которые будут относиться к продажам. У бухгалтерии будут свои документы, у логистики будут свои. И вот этот список, он может расти в зависимости, сколько у вас отделов компании. У нас в компании, у каждого отдела есть свое пространство со своими документами. Даже если у отдела не так много документов, все равно должно быть пространство. Я потом в конце покажу, как это визуально выглядит у нас. Создать контент. Я считаю, что кто должен заниматься созданием контента? Обычно это или ключевые сотрудники, а директор, потому что все-таки, как ни у директора, есть видение к своей компании. Он стоит у истоков, он знает какие-то ключевые моменты. И у нас директор, он согласовывает все документы, особенно если относится к общему пространству. Да, создавать документ могут эксперты, но согласовывает окончательную версию и дополняет директор. И после этого мы уже размещаем и доносим там своим сотрудникам. По поводу, есть практика, когда нанимают сторонних экспертов. Из своего опыта скажу, сторонний эксперт, он может вам помочь продумать логику, помочь вам сформировать шаблоны, для того, чтобы ваши сотрудники благодаря этим шаблонам могли собрать свою базу знаний. Но описать привлеченный специалист он не сможет, потому что только ваши сотрудники знают, как работает ваша компания, знают все нюансы, и какие-то моменты они могут подсветить только именно сотрудники вашей компании. Поэтому тут такая связка. Если вы привлекаете кого-то, то этот эксперт, он является помощником. Так же, как коуч, он задает вопрос, а почему мы так делаем, а почему... То есть он помогает выстраивать процесс, но он не собирает, и он вам не дает готовый процесс, как нужно делать именно вашей компании, потому что все мы индивидуальны. И немаловажный четвертый шаг – это актуализировать и дополнять базу знаний. База знаний – это не статичный инструмент, не получится его создать один раз и забыть о нем. Эта база знаний должна быть живой, ей должны пользоваться, потому что если она будет статичной, то вы потратите много времени, возможно, денег вложитесь, и никто этим больше пользоваться не будет. Поэтому у вас должен быть ответственный сотрудник, который будет вести базу знаний, возможно, это будет какой-то там помощник, администратор. А со временем, если компания будет масштабироваться, вы уже можете полноценно там команду нанимать, кто уже будет заниматься именно актуализацией процессов. Но в любом случае это всегда динамичный инструмент. Где сделать базу знаний? Базу знаний можно сделать в любом виде и в любом инструменте. Здесь я просто указала перечень таких инструментов, которые и доступны, и они, в принципе, недорогие. Еще на рынке очень много аналогов. Я знаю, что там есть и CRM-системы, которые тоже предлагают базу знаний. Не так важно, каким, где вы будете базу знаний создавать. Важно, чтобы эти базы знаний пользовались. И вы уже отталкиваетесь от ресурсов компании, от сотрудников компании, и уже выбираете тот инструмент, который будет полезен команде. То есть вы даже можете при выборе инструмента отталкиваться, чтобы было важно для ваших сотрудников. Как бы они хотели найти эту информацию. А вот протестировать несколько инструментов, чтобы к созданию базы знаний были привлечены ваши сотрудники. Потому что, привлекая ваших сотрудников, они участвуют с вами в одном эксперименте, им самим интересно. Они чувствуют тут такую, как свою экспертность, что их совета спрашивают. И потом вам же привлекать для составления процессов описания, наполнения базы знаний легче этих сотрудников, потому что они сами протестировали, выбрали этот инструмент, и они с большим желанием потом внедряют новые документы. По крайней мере, это было в нашей практике. И это показывает очень хорошие результаты, что у нас руководитель сами пишут, понимают, как это здорово, еще приучают сотрудников новых. И, например, у процессного отдела меньше уже времени уходит на то, чтобы объяснять каждому сотруднику, как вести документы, где смотреть и объяснять, для чего нужна база знаний. Здесь уже более детально хотел рассказать о спецификах, какие в целом есть инструменты. То есть первый самый простой и дешевый способ это создать базу знаний в Google Доке. То есть по-любому у каждого есть Google аккаунт. Там можно создать простую логику, туда можно документы использовать. Здесь чуть позже покажу, как это выглядит структура. Поэтому очень легко, и даже если у компании нет, например, денег, и даже, например, не то, что нет денег, вы не можете еще там протестировать, например, инструмент, потому что если мы говорим про какие-то специализированные сервисы, они обычно очень дорогие. И, например, не все компании на начальном этапе готовы потратить или выделить бюджет на данный инструмент. Поэтому изначально все начинают с вот этого пути создать хотя бы базу знаний в Google Документ. То есть описываются документы, прикрепляются ссылки, и уже таким способом формируется база знаний. Чуть позже покажу, чтобы вам было детально понятно, как это выглядит. Также используется канал YouTube. Но тут это, наверное, больше как связки, потому что есть люди, которые хорошо воспринимают текст, а есть люди, которые хорошо воспринимают видео. А если у вас есть связка, работает видео и описанный текст, то сотрудник закрепляет материал. Поэтому если в вашей деятельности лучше рассказать через видео, делайте это через видео, потому что когда человек смотрит видео, ему легче понять, как это должно быть в вашей компании. То же самое, как и делают видеопрезентацию компании, например, где генеральный директор рассказывает о миссиях, ценностях компании. И таким образом у сотрудника первый адаптационный день, он может посмотреть, узнать о компании, где вы там делитесь, видео рассказываете, какие отделы есть. Директор рассказывает миссию, ценности, например, ключевые сотрудники. И таким образом сотрудник больше понимает вашу компанию через видео. Кто-то использует целый канал YouTube для помощи клиентам, как настроить кассы. Ну, вот тут, как один из примеров привела, какие вообще в целом могут быть видео. Это могут быть, опять же, какие-то, это в открытом доступе, а есть скрытые. И ссылка вставляется уже в саму вашу базу знаний, и сотрудник может также посмотреть, и это видео не увидит там внешние пользователи, к примеру. Также следующий инструмент, который используют там Trello или ClickUp. То есть это уже, ну, я брала больше под специфику IT или таких небольших компаний, когда им нужно следить за задачами, что команда выполняет. И уже к этим инструментам у них есть свой сервис, который позволяет хранить базу знаний. И вот в начале своего пути мы как раз и хранили там свою документацию. Пока мы были небольшими, у нас компания была до 100 сотрудников, мы работали в данном инструменте. У нас там хранилась вся важная документация, а потом мы поняли, что мы уже готовы расти, и уже выбрали другой инструмент, который был уже, у нас были требования другие, и мы планировали масштабироваться, и пользоваться таким инструментом мы уже не могли, потому что он занимал много времени и был непонятен для сотрудников. Но на начальном этапе, когда у вас небольшая команда, это может быть даже очень хороший инструмент и недорогим. Также еще аналог есть Notion. Эти инструменты, они, в принципе, на сегодняшний день доступны в России. Также можно использовать. То есть там можно группировать, опять, согласно той логике, которую вы изначально простроите. Всю логику нужно строить хотя бы в черновом варианте в Google Документе. Хотите, это будет там Excel документ, Google Документ. Вы сначала простраиваете, а потом уже переносите всю логику в эти инструменты. То есть мы не создаем сначала инструмент, а потом думаем, а как же нам, с чего начать. Лучше вот эту логику продумать в черновом варианте в Google Документе и потом уже накидывать дополнения, может быть, обсуждать с командой совместно, возможно, что-то вы упустили, команда вам поможет дополнить вашу базу знаний, а потом уже со временем вы будете дополнять вашу структуру новыми разделами. И последний вариант – это специализированные сервисы. Я привела Confluence на сегодняшний день на рынке России. Он, к сожалению, ушел, но так как у нас мы работаем, у нас международная компания, то у нас этот сервис доступен. И данную платформу мы выбирали, потому что очень удобно. У нас молодая аудитория, у нас средний возраст сотрудника 25 лет, и это в основном айтишники. И тут еще работает связка как Jira, другие инструменты, плюс есть разные отчеты, разные маркеры, которые помогают анализировать более детально, работать уже именно с базой знаний. Поэтому мы уже работаем в специализированной платформе, где у нас хранится вся база знаний. Если подводить итоги, что стоит запомнить? Что базы знаний бывают внутренние и внешние. Внутренние для сотрудника, внешние для клиента. Базы знаний помогают уменьшать нагрузку на ваших сотрудников и повышать производительность в обучении. Вот этот этап сокращать и оптимизировать. И еще лучше держать в одном фокусе команду, особенно если она удаленная. Чтобы создать базу знаний, нужно выбрать цель, продумать логику и навигацию, выбрать формат и подготовить контент. То есть мы сначала выбираем, где-то в черновом варианте это прописываем, и только потом выбираем платформу, которая соответствует вашей описанной логике, вашим целям, и вы уже подбираете ту платформу, которая вам подходит. И, как я говорила, создать базу знаний можно в любом доступном сервисе. Не стоит там пугаться, что это дорого. Вы изначально можете начать просто с Google документа, хранить на Google диске, предоставлять ссылки своим сотрудникам. Это также будет рабочий документ. Я видела очень много компаний, которые казались бы, вау, они должны по-любому работать на сервисе, но нет, они работали в Google документах, у них была очень хорошо простроена логика, и действительно это сокращало время при обучении новых сотрудников, и в целом какие-то новые документы легко там внедрялись и описывались. Также делюсь, в конце презентации решила поделиться полезными ссылками на сервис, ограничиваться не стоит. Я говорю, на сети интернет можно найти множество статей по данной теме, это просто, может быть, кому-то будет полезно. Кстати, как один из аналогов, конфлюенс есть платрум, это российский аналог, и он очень удобный, потому что там прям целая система, работа организации, то есть вы там строите организационную структуру, описываете должности и обязанности, выделяете каждому сотруднику метрики, стратегии, можете сформировать целую корпоративную базу знаний, то есть адаптировать в курс, то есть там такая платформа, которая в принципе может быть задействована в управлении бизнесом, поэтому вот для кому будет полезно, она хорошо внедряется для небольших компаний, там даже есть демоверсия, там бесплатная, есть небольшая организация, попробовать, посмотреть, как это работает, очень полезный инструмент. В принципе, еще сейчас, так, виден, да, экран? Да, да, да. Да, я хотела показать, как это выглядит в нашей компании, то есть вот у нас есть, конфлюенс, у нас есть общая информация, где мы сделимся там со стратегией компании, то есть мы вот все эти документы, мы храним на, в общем разделе для того, чтобы сотрудник всегда мог определить, вспомнить стратегию, обратиться к ней, к своим целям, то есть все важные документы мы обычно выводим в общее пространство, то есть здесь у нас уже там структура там делится, миссия и ценности, там история компании, стратегия, то есть вы уже отталкиваясь, что вы хотите донести вашим там сотрудникам и какую важную информацию должна храниться в базе знаний, то есть есть организационная структура, у нас есть раздел для руководителя, для сотрудников, потому что для руководителя иногда там больше у них процессов, чем там у сотрудников, принципы и стандарты работы в компании, также у нас есть там разделы, уже если мы там перейдем в раздел, например, там HR, у них есть свои процессы, мы тут описываем также цель отдела, чтобы, например, сотрудники нашей компании понимали, для чего этот отдел компании, что он помогает, кто работает в этом пространстве, и с этой базой мы работаем постоянно, но, например, актуализировать такую базу достаточно, например, там следить очень сложно, поэтому, вот как я говорила, все мы начинаем с Google документа, то есть мы тоже создавали такой документ, шаблон, то есть общее пространство называли, сначала определялись процессами, которые должны быть там описаны, кто создает эти процессы ответственно, или там кто контролирует, кто должен знать, это помогает в дальнейшем, потом при адаптации, когда вы хотите обучать сотрудников, смотреть, когда вы выстраиваете ваш шаблон, что должен изучить сотрудник, вы когда понимаете, что вот эти документы относятся, вам уже поэтапно легче определить, что он должен там изучить, и, например, при выходе нового сотрудника у человека, например, есть лист, что он должен изучить, и, например, вы там назначаете встречу через два дня, и сотрудник сидит, изучает там всю информацию, которая относится к его деятельности, к его там специфике, то есть дата внедрения, когда внедрился документ, когда актуализируется, потому что у нас есть немаловажность, что все документы могут актуализироваться или потому что поменялись какая-то там специфика рынка, или поменялся, ну там, через 6 месяцев мы все равно приходим и смотрим, насколько нужно ли актуализировать этот документ, потому что если компания быстро растет, процессы могут меняться, могут меняться новые инструменты, могут внедряться, и важно актуализировать базу знаний. У нас этим занимается отдельно там процессный офис, который там следит. И у каждого отдела, вот мы тоже там, у нас есть разные вкладки, где у каждого отдела свои процессы важные, и мы также смотрим, следим за актуальностью. В самой системе у нас есть шаблон, по которому там описывают сотрудники. Этот шаблон можно создать в том же Google документе, прописать цель, как ставится цель, хорошие примеры, плохие примеры. Это когда мы говорим, как описывать простым языком. Покажите людям не просто напиши, а пиши цель по смарт. Все понимают эту методологию, но если вы покажете пример, как цели ставятся в вашей компании, сотруднику будет легче описать и разработать документ. И мы в каждом этапе там прописываем как хороший пример, так и плохой пример для того, чтобы человек мог создать хороший документ в компании. Ну и как вот в презентации, потом вам, я надеюсь, дадут презентацию. Будет возможность. Мы постараемся. Ну если что, там в Телеграм есть, можете запустить, я вам скину. Конечно, пришлем, мы презентацию обязательно всем дадим. Да, то есть когда вы начинаете, если мы говорим, что у вас, например, нет базы знаний, и вы создаете, вот вы можете взять шаблон и вот сначала разбить по отделам, какие у вас есть, и потом какие уже в каждом отделе есть документы. Ссылки на эти документы, то есть документ создается уже в отдельном документе, и мы здесь просто составляем ссылку. И таким образом у нас уже получается база знаний, где все ссылки на документы. И таким образом мы в любой момент можем найти нужный документ. Чем удобен сервис, потому что если, ну, сервисные платформы, потому что если тут ввести просто слово, то, естественно, он тебе покажет все документы, которые относятся к данному тегу. И поэтому мы используем такой сервис, который позволяет быстро найти документы. Насколько я знаю, в Google Документе тоже можно настроить поисковую систему, это тоже настраивается. В принципе, ну, а здесь уже мы смотрим как один из вариантов, когда вы только начинаете строить базу знаний, то есть вы сначала описываете, какие есть документы, а потом вы уже формируете, сколько в каждом отделе документов. И когда вы ее наполняете, вы ставите там сроки, смотрите, насколько на сегодняшний день она заполнена, какие документы есть, каких нету, какие нужно улучшать. И таким образом у вас уже такой формируется реестр именно по составлению базы знаний и по ее внедрению в компанию. Ну, как бы, в принципе, на этом все. Если вдруг кому-то нужен Телеграм, можете найти карьера. Да, быстренько все переходят, всем, кому нужен Телеграм. Но на самом деле, конечно, мы отправим ссылку, поэтому у вас будет возможность это сделать, и все контакты. Вот, спасибо, Арина, огромное. Я вот написала в чате, что очень жаль, что нельзя создать базу знаний и забыть. Да, потому что, конечно, мы все вот структурируем, структурируем, потом забудем, потом снова структурируем. Вот, ну, на самом деле, конечно, создавая базу знаний, надо понимать, что с ней надо постоянно работать, чтобы она была актуальна и обновлялась. Я с вами полностью согласна. И тут, как один из инструментов, не пытайтесь выбрать базу знаний самостоятельно. Если у вас есть возможность привлечь сотрудников, привлекайте сотрудников, потому что особенно ключевых, которые, ну, в любом случае, у всех есть сотрудники, которые любят там компанию, в которой они работают. Это ваши помощники, потому что, когда мы им доносим, что это тебе поможет, тебе не нужно тратить время на сотрудников, на обучение, на постоянно. Ты один раз скинул ссылку, и сотрудник сидит, изучает документ, смотрит там полезные видео, он тебя не отвлекает, у него есть возможность это изучить. Руководитель как будто бы сам начинает понимать, осознавать эту ценность и начинает описывать вот эти процессы, создавать новые документы и еще за нас там скинет ссылку. И поэтому очень важно команду свою подключать в базе знаний. Мы даже там, у нас есть, мы Slack используем как канал коммуникации в компании, и мы все время присылаем не просто там поменялся процесс, мы всегда им присылаем ссылку, где можно изучить, какие сопровождающие документы могут им помочь. Тем самым мы постоянно напоминаем им, что у них есть такой чудесный инструмент, чтобы они не забыли, и ваши труды не были потеряны. Да, спасибо, Арина. А мне кажется, еще важно, что для нас, вот как для ресурсных центров, что у нас есть еще большая база знаний, которая могла быть нужна тем организациям, с которыми мы работаем. И вот здесь я тоже соглашусь с вами, что было бы очень здорово, если что не приходится, 158 миллионов раз одно и то же повторять разным людям. А можно создать эту самую базу знаний и отправлять, вот пришел человек на первичную консультацию, вот прочитай сначала вот эту книжку, потом посмотри вот это видео, а потом уже вот зайди и вот здесь запишись на консультацию, уже тогда я буду с тобой разговаривать. Вот, что сильно сэкономит время. Я видела практику, когда людям до момента в компанию направляли время, давали неделю, чтобы он адаптировался в компании. И таким образом компания отсеивала людей, которые не хотели учиться, и они уже не тратили ресурсы. То есть сотрудник такой, ой, мне тяжело, и он уже на этапе найма уходил, ну, не шел дальше работать в компанию. Таким образом тоже проверять потенциальных ваших сотрудников, это тоже крутой инструмент смотреть, насколько они действительно готовы работать в вашей компании и изучать работу вашей компании. Поэтому использовать можно и нужно для того, чтобы оптимизировать свое время. Спасибо. Спасибо огромное. Тоже такой большой вопрос, который, мне кажется, что в котором есть еще куча подвопросов, и, может быть, мы еще тоже к вам вернемся с нашими вопросами, как все это грамотно сделать. Да, и пригласим вас на наши встречи. Спасибо вам большое за готовность поделиться с нами своим знаниями и опытом. Я вот очень призываю всех, у кого выключены камеры, хотя бы реакции поаплодировать, а я прям вот с большим удовольствием аплодирую вам за ваше выступление. Спасибо, это было очень интересно. Ну что, коллеги, вот так.